Сочинский аэропорт украсили лозунги на арабской вязи в поддержку мира и консенсуса в неспокойной Сирии. У Сочи есть все шансы стать той площадкой, где сами сирийцы без посредников наконец смогут решить судьбу страны, которая все еще продолжает страдать от кровопролития. Слишком туго там затянулся клубок международных противоречий. Участники сирийского национального диалога сядут за столы переговоров с видами на курорт. Сирийцы хорошо помнят, что когда-то и их страна была процветающим оазисом на берегу моря. Сирия – это страна различных этнических и религиозных групп. Это старая страна с корнями, глубоко уходящими в историю цивилизации. В будущем Сирия должна стать безопасной страной и нейтральной для всех своих жителей, где гражданство – основная вещь, которая регулирует взаимоотношения между гражданами. Россия, как геополитический игрок, подчеркивает, Сочи – это не замена женевскому формату, не параллельный курс. Конгресс нужен, чтобы расшевелить переговорщиков в Женеве. Одно дело, в Женеву приезжают политические эмигранты, те, кто и в Сирии уже давно не был, которые не очень знакомы с ситуацией и, главное, не могут контролировать вооруженных людей. А другое дело, приезжают лидеры вооруженных формирований, но тех, кто устал от войны, которые, говорит, хватит, надо искать мирный путь. Переговоры в Сочи поддерживают женевский переговорный процесс, который, однако, в настоящее время идет медленно и не продвинулся ни на шаг после Женевы-4. Мы расцениваем женевский процесс как основополагающий, но наряду с ним необходимы и другие треки. Этим другим треком, где участники гражданской войны в Сирии и группировки, которые отмежевались от террористов, сумели принять по-настоящему важные решения, стала сначала площадка в Астане. Некоторого улучшения ситуации на уровне почвы, в принципе, добиться удалось во многих, по крайней мере, районах Сирии, то есть, ну, по крайней мере, там, в районе Южного фронта, в районе между Хамой и Хомсом. Ну, то есть, в принципе, какие-то заметные подвижки есть. По итогам переговоров в Астане были созданы зоны безопасности. Друг за другом сотни племен, населяющих Сирию, стали складывать оружие. В Сирии племенные вожди, по традиции, имеют большой авторитет. Они первыми должны сказать, хватит воевать. И сейчас такую возможность эти люди получили в Сочи. Конгресс в Сочи должен обсудить, в первую очередь, возможность подготовки нового проекта Конституции Сирии. И это совсем не значит, что Россия будет предлагать свой проект как основной. Да, Россия сделала какие-то наметки на этом направлении, но только для того, чтобы подтолкнуть самих сирийцев к обсуждению этого вопроса. И как раз во время встречи в Сочи сирийцы будут это обсуждать. Туда приедут же и представители политических группировок, и вооруженных, и представители национальных меньшинств, и те же шейхи племен. Россия имеет контакты с самыми различными сторонами и способна обязать стороны следовать по мирному пути. Сочи – это шанс установить мир, возможность для сирийцев встретиться друг с другом, для конструктивного диалога и зародить надежды в сердцах сирийских граждан, которые сейчас думают, что другие страны их судьба не интересует, и что они не стремятся добиться урегулирования. Первые делегаты Конгресса стали съезжаться в Сочи накануне поздно вечером. У них разные взгляды на будущее политическое устройство Сирии. Но участники диалога уверены в том, что территория Сирийской Арабской Республики не может быть объектом уступок или торга. Сирия должна остаться единой страной. Переговоры в Сочи, которые официально начнутся только во вторник, не будут диспутом власти и оппозиции, как это происходит в Женеве. Сложнейшие вопросы конституционного устройства страны, развития ее гражданского общества. Сюда, в Сочи, едут обсуждать все те, кому небезразлична Сирия, как правовое и многоконфессиональное государство. Это начало большого диалога, наблюдать за которым приглашены все соседи Сирии, а также Казахстан, Саудовская Аравия, Египет и государство-постоянные члены Совбеза ООН. А спецпосланнику ООН по Сирии Стафану де Мистури, если сирийцы все же найдут общий язык, уже известно, что будет предложено возглавить Конституционный комитет. Алексей Прокин, Руслан Ногоев, Дина Иванова и Дмитрий Алтухов. Телекомпания НТВ. Сочи.